Давайте рассмотрим более сложный пример, когда нам нужно показывать не только название и ссылку, но еще и какие-то дополнительные поля или свойства из привязанного элемента. Реализовать мы это можем также практически штатными возможностями системы, просто настроив параметры компонента. Но чтобы это сделать, нам нужно хорошо понимать, как работает API продукта и в частности, как работает функция Get List. Для этого посмотрим в документации описание функции Get List. У нее есть один из параметров R-select, в котором мы можем указать, какие поля функция должна вернуть. И здесь как раз есть указание на то, что мы можем получить поля привязанных элементов. В синтаксис, как это сделать, есть документация. Все очень просто. Property, нижнее подчеркивание, код, свойства, привязки. И дальше через точку идет название поля. Какие именно поля мы можем таким образом получить, также указано в документации. Где это применять? В параметрах компонента. В настройке, например, списка, если мы говорим про News List. Есть выводимые поля. То есть это те поля, которые передадутся в массив R-select, как выбранные пользователем для показа. В дополнительной строке мы можем дописать те поля, которые нам еще нужны. И сюда мы как раз впишем поля привязанных элементов. Property, символьный код нашего свойства привязки, LinkCut. Далее через точку должно быть название поля. Смотрим список доступных полей. Например, Preview Text. И, соответственно, копируем его в параметры компонента. Сохраняем. У нас в шаблоне не поддерживается вывод этого поля пока, поэтому не видим сразу на экране. Для того, чтобы посмотреть, что получилось, распечатаем массив R-result-items. И мы видим, что у каждого элемента в списке полей появилось свойство привязки. Перенесем его в нужное место шаблона, то есть под текстом и анонсом. То есть под заголовком и анонсом новости. Сохраняем, смотрим результат. И у нас под описанием новости появился также анонс товара. Как видим, ничего сложного, никакого дополнительного программирования нам не потребовалось. Очень простой и быстрый способ. Достаточно знать документацию и немножко отредактировать шаблон. Таким же образом мы можем получить дополнительные свойства из привязанных элементов инфоблока. Указываем также в настройках компонента property-limi-cat. Дальше property и указываем название свойства. Ну давайте, например, свойства материалов. Вставляем, сохраняем и смотрим на структуру массива Arresult. У нас появилось значение данного свойства. Дальше переносим опять его в нужное место шаблона. Сохраняем. Смотрим результат. Под текстом анонса у нас появились значения свойства материала для каждого элемента. Таким образом, подводя итог, мы можем просто в параметрах компонента установить дополнительные поля, такие же, которые мы используем при запросе get-list в массиве Arselect. Подробнее синтаксис и какие поля доступны, а также какие свойства мы можем использовать, можно посмотреть в документации. Но в любом случае способ удобный и простой в реализации.